Это школа номер 5, в которой я имела счастье учиться. Здесь в основном учились именно дети военных. По законам тогда советским дети военных не изучали белорусский язык. А когда Советский Союз развалился, как раз перед тем, как мне сдавать экзамены выпускные, это правило убрали, и мне пришлось в срочном порядке изучать язык. Здесь мы с вами вчера уже гуляли. И сейчас я поближе покажу школу. Пользуясь случаем, хочу передать привет своим одноклассникам, потому что на вечер встречи выпускников ни один сюда я так и не пришла. Я была всего два раза в своей новой школе, которую я закончила, но потом как-то не сложилось у меня. В феврале либо меня не было, либо какие-то дела, либо еще что. Я хочу передать привет своей близкой подруге. Я очень надеюсь, что когда-то на просторах Ютуба она найдет этот ролик, услышит меня своей подруге Свете Назаровой. Мы с ней с первого класса дружим, и до сих пор получилось просто так, что у меня Света, у меня сынуля стер все телефоны, и который и твой там был в том числе. Поэтому если кто-нибудь, кто знает, а в социальных сетях я нигде ее не могу найти, если кто знает, кто из моих одноклассников посмотрит, сообщите, пожалуйста, Свете, пускай она меня найдет. У меня просто нет ее телефона. Я еще и на Новый год отправляла сообщение, но потом сынуля постарался, и вот так вот заблокировал мне телефон. Когда я разблокировала, я потеряла абсолютно всю информацию. Конечно, нужно по старинке записывать на листике бумаги, блокнотик какой-то, потому что, чтобы не было потом вот таких вот казусов, теряются друзья, теряются контакты, очень нужные и очень важные. Также помню практически всех. Всех помню, часто пересматриваю, когда приезжаю альбом. Хочу всем, всем моим одноклассникам передать привет. Томми Майсюк. Помню, уехала от нас, была моя подружка, у нас была такая четверка, Томма Майсюк, Света Назарова, я и Оля Ставицкая. Она уехала в город Череповец. Не знаю, там ли она сейчас или нет. Олечка, большой-большой тебе привет от меня. Я очень надеюсь, что ты меня помнишь, потому что мы долгое время с тобой переписывались. У нас есть одна общая фотография перед отъездом Оли. Мы пошли и все вместе, вот четыре подружки, мы пошли и сфотографировались. У меня до сих пор есть эта фотография, так греет душу. Пойду дальше вам показывать, сколько смогу город. Немножко я ошиблась. Я помню, что 50-й год. Потом, думаю, ошиблась. С другой стороны, когда подходила, мне было видно именно, как 60-й с этой стороны обошла. Да, школа 1950-го года. Все-таки не удержалась. Я зашла в школьный двор, хочу посмотреть, как все изменилось. Жили мы тоже здесь недалеко. В школьном дворе очень много проводили времени. Было весело. Вообще класс у нас был просто замечательный. Было интересно, было весело. Друзей было много. Я тоже занималась гимнастикой, музыкальную школу еще ходила. Было очень интересно общаться. Детство, конечно, было у нас интересное. Это был спортивный зал. Скорее всего, он там так и остался. Вот это вот небольшое строение. Там были туалеты. Помню, у меня сестра, она 3,5 года, меня старше. Она тоже училась в этой школе. И как-то я с подружками, она с моими подружками встретилась. Я думаю, возьму. Я специально, ну как же, хочется младшим постоянно поближе к старшим. Кажется, что там все интереснее у них. И они здесь сидели во дворе, шушукались, девчонки. И мы с моими подружками тоже сюда пришли. И мы им так надоели, что они нас закрыли. Там был такой крючок снаружи и крючок изнутри. И мы, они нас затолкали в туалет и закрыли крючок снаружи. И мы в этом туалете стояли долго, пока не пришли одноклассницы моей другой подружки. И нас не вызвали ли оттуда. Очень долго вспоминаем, часто вспоминаем эту историю. Мы хохочем постоянно сейчас с сестрой. Вот это пристройки, когда я училась, это пристройки не было. Там, по-моему, актовый зал сейчас сделали. И был у нас здесь огород. Я помню, что мы сажали помидоры, выходили. Был у нас урок природоведения или биологии. Но в каком-то из этих уроков мы именно, по-моему, так. Вот не помню, на каком-то из этих уроков мы выходили и сажали здесь помидоры. И яблоневый сад еще остался. С тех времен мы три года назад, когда приезжали, мы с дочкой собирали там яблони. Яблони, говорю, яблоки собирали. Как раз мы тоже приехали в сентябре. И был просто потрясающе теплый сентябрь, прям по-летнему, на удивление. И мы с ней сбивали прямо палками, как в детстве. Визжали, пищали от радости. Потому что в Турции так не позбиваешь. Там все частное. Здесь, в принципе, тоже нельзя, но нам никто ничего не сказал, на удивление. А сейчас, вот смотрите, как жизнь складывается. Сейчас директор этой школы, одноклассница, одноклассница моей сестры. И здесь даже растет виноград. Смотрите, здесь виноградник сынуля сорвал. Ай-яй-яй, надеюсь, никто не увидит. Я вспомнила еще, как здесь, когда мы сажали краски и помидоры, я взяла рассаду и посадила один помидорчик дома. У меня выросло два или три помидора. Вообще я не садовник. У меня вообще мало что росло. Мало что я сажала, но помидор в салат, я помню, мама порезала. И мне казалось, это самый вкусный салат и самый вкусный помидор. Прощаемся со школой. Столько событий всплыло в голове. Очень хорошо помню, как мы здесь еще в советские времена, когда учились утром, вот здесь вот стояли перед школой, делали зарядку. Я очень часто опаздывала, жила близко, но постоянно опаздывала. И здесь перед крыльцом школы мы прыгали в резиночку, как все советские девочки. Хочу научить этой игре дочку, потому что, мне кажется, она интересна. Дети сейчас как-то не очень в нее играют. Пытаюсь восстановить в памяти, вы знаете, вот компьютеры и все прочее, как-то стерли в памяти те игры. Хочу ее научить этим играм, потому что за компьютером мы посадили зрение. Дошло до того, что нам врач сказал, полчаса телевизор и полчаса компьютер, не больше. Сейчас выходим на улицу, на которой стоял наш дом. Он сейчас стоит, правда, он... Ну, я вам покажу, в каком он состоянии, наш дом. Раньше здесь был книжный магазин. У меня здесь только оставлено детских денег на всякие наклеечки, переводки, всякие блокнотики нужные и ненужные. И, собственно, дом, мое наследство, в котором прожито 6 лет. Дом, в котором сначала жила прабабушка. Этот дом как большое, одно воспоминание. К сожалению, к сожалению, не получается ничего с ним сделать, потому что он городскими властями уже давно и давно стоит под снос, потому что здесь будет центральная площадь продолжаться, так сказать. Рядом дом правительства. Это самый центр, но улочка очень тихая, поэтому очень нравится. Смотрите, вот напротив сразу школа, напротив школа, в которой я училась. Он стоит под снос, нам ничего не разрешают с ним делать.